Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать Cheat Splash. Для этого переходим по ссылке в описании на данный сайт. Далее выполняем задание, это подписаться на канал, написать комментарий, вступить в Discord, вступить в Telegram и подписаться на Twitch канал. В принципе, задания довольно простые. Дальше, после того, как вы их выполняете, вы переходите на сайт. Давайте, в принципе, я сейчас их быстренько выполню и перейду на сайт. Так, все, задание выполнил, перешел на сайт. Дальше, что нам нужно делать? Заходим во вкладку Exploits. Вот Cheat Splash. Он обновился, кстати, недавно, буквально пару дней назад. Теперь он работает на версии Roblox от Microsoft Store. Да, до сих пор читы работают только через Microsoft Store. До сих пор никто не придумал, как можно обойти античит, который добавили в браузерную версию. Так что, не знаю даже, честно не могу сказать, будут когда-нибудь читы еще на браузерной версии работать или нет. Пока неизвестно. Но успехов, к сожалению, нет. То есть, все приходится делать через Microsoft Store. Ладно, значит, смотрите, чтобы скачать чит, переходим на него. То есть, нажимаем. Дальше нажимаем кнопочку Get. Дальше нас просят открыть Telegram. Открываем. Так, теперь, что нам здесь нужно сделать? Вот здесь нажимаем кнопочку Тут. Переходим в бота. Пишем Start. Дальше скачать Splash. Так, переходим по этой ссылке. Ждем, пока у нас здесь загрузится. Смотрите, здесь обязательно нужно включить расширение. Ой, не расширение, а разрешить кнопочку. Но я вам сейчас ее покажу, как потом убрать. В принципе, здесь сложного ничего нет. А, стоп, можно даже не нажимать. А я думал, ее нужно обязательно нажимать. Ну ладно. Короче, но все-таки, если у вас само по себе не перейдет, то я вам покажу потом, как это разрешение убрать. Дальше нажимаем пропустить рекламу. И скачивается zip-файл. Или rar-файл. Короче, фиг с ним. Переходим сюда. Так, не переходится. Окей. Значит, нажимаем три точки. Загрузки. Сохранить. Так, все, он у нас скачался. Дальше смотрите, если вы вдруг нажали кнопочку «Разрешить», заходим в настройки. Конфициальности и безопасность. Дальше настройки сайтов. Уведомления. Здесь листаем вниз. И вот здесь разрешенные уведомления, которые вам будут показываться. Дальше, где вы разрешение дали, нажимаете сюда на три точки, либо блокировать, либо удалить. Как вам удобно, в принципе, без разницы. Это нажимаете и все, у вас уведомления никакие приходить не будут. Дальше идем. Так. Создаем папку сразу, заранее. А также, когда вы скачиваете, не забывайте отключать антивирус, потому что он мешает установке чита. То есть, чип может работать некорректно, либо вообще не работать. Так, мы папку создали. Дальше заходим в этот архив, который скачался. Так, теперь здесь смотрим этот текст. Если вдруг у вас просит пароль, вот здесь он находится. Мы его копируем. Заходим сюда. Перетаскиваем вот это приложение в папку. Да, пароль просит. Пишем вот этот пароль. Нажимаем ОК. И вот у нас появилось приложение, это BoostHapper. Обязательно его запускайте от имени администратора. То есть, нажимаем запустить это имени администратора. Запускаем и ждем, пока он сейчас полностью все скачает. Ну, буквально минуту, наверное, занимает. Плюс-минус. Так, все отлично. У нас чит установился. Дальше нажимаем абсолютно любую кнопку на клавиатуре. Потом заходим в папку. А, он уже сам чит запустился. ОК. Смотрите. В дальнейшем, чтобы запускать чит, открывать его, заходите в эту папку, которую вы создали. Потом в эту папку с читом. И запускаете вот последнее приложение, вот это. Дальше. Что нам здесь нужно делать? Нажимаем на эту кнопочку. Нас перекидывает на сайт. Здесь, короче, вас попросят залогиниться, скорее всего. Логинитесь через Google аккаунт любой. После этого нажимаете на эту кнопку. Открыть приложение. Да. Ждем сейчас, пока оно откроется. Подумает. Тоже, наверное, плюс-минус около минуты занимает. В принципе, ждем. Так, короче, прошло больше чуть минуты. По идее, должно уже было заработать все. Но почему-то он у меня опять просит открыть это приложение. Так, а если давайте попробуем еще раз Open Website открыть. Вот, отлично. Нужно было просто нажать Open Website. Вот здесь, в этом приложении. Может быть, даже ждать не нужно было. Дальше здесь нажимаем кнопочку Start. Ждем, пока оно подумает, прогрузится. И заодно сейчас посмотрим, нужно все-таки нажимать на кнопку разрешить или нет. Так, все, спустя минуту, даже чуть побольше, у меня появился вот этот чекпоинт последний. Короче, все-таки, да, можно не нажимать на эту кнопочку, но все же, если у вас грузит больше двух минут, то придется ее нажать. Ну, я думаю, вы поняли, в принципе. Дальше нажимаем на эту кнопку. Здесь опять просят разрешение. Но сейчас оно, кстати, не вылезло. Отлично. Дальше нажимаем пропустить рекламу. Так, иногда бывает, короче, происходит баг. Открывается вот эта страница. Ничего страшного, вы ее закрываете. Потом нажимаете стрелочку назад. Опять нажимаете пропустить рекламу. И вот теперь ссылка правильно открылась. Дальше здесь ждем 5 секунд. Нажимаем перейти. Потом еще 5 секунд ждем. Опять нажимаем перейти. И все, в принципе. Сейчас должен открыться чит. Да, как видите, он открылся. Отлично. Давайте сразу покажу его возможности. Смотрите, если вас не устраивает размер чита, вы можете его сделать больше. То есть тянем вот здесь вот эту вот фигнюшку. И, как видите, он становится больше. И вы можете регулировать размер, который вам будет удобен. Который вам будет удобен. Дальше заходим в настройки. Здесь выбираем DLL. Потому что, как видите, он был не выбран. Естественно, вы бы не смогли заинжектиться. То есть нужно обязательно зайти в настройки и выбрать DLL. Дальше по функциям, в принципе, я думаю, тут объяснять особо ничего не буду. Я думаю, вы знаете, что это за функции и за что они отвечают. В принципе, тут все понятно. Дальше закрываем. И, в принципе, можно уже начинать пользоваться. Так, давайте вот это все закроем. Открываем сайт. И, допустим, давайте покажу скрипт, какой вот из этих. Ну, давайте вот это возьмем. Здесь нажимаем кнопочку «Получить». Дальше копируем этот скрипт. Вставляем в чит. Дальше заходим в Роблокс. Ждем, пока он загрузится. А, я еще забыл самое главное, самое важное вам показать. Смотрите сейчас и слушайте очень внимательно. Значит, здесь используется в чате DLL от Коренел. И, короче, когда вы получаете ключ для Коренела, вам нужно будет там посмотреть рекламу, там перейти на сайт и так далее. Это все можно облегчить. Каким образом это можно сделать? Это, в принципе, легко и просто. Смотрите. Так, нам нужно сейчас вернуться опять сюда. Splash News. То есть, Telegram канал. И вот здесь облегчатор для Коренел. Нажимаем сюда. И здесь вот написано, что нужно делать. Первое. Это нужно установить расширение. Оно у меня уже установлено. Вы переходите по этой ссылке. Устанавливаете вот это расширение. Далее. Скачиваем файл. Вот этот. Ну, он даже не скачивается, а просто открывается. Вы здесь полностью вот этот текст, вот это содержимое копируете. Нажимаете Ctrl-A и Ctrl-C. И последнее, то, что нужно сделать, это добавить скрипт в расширение. Значит, переходим сюда. А, это скриншот, как нужно сделать. Окей. Значит, смотрите. Вот это расширение у вас появится, когда вы его скачаете. Нажимаете на него. И здесь кнопочка «Создать новый скрипт». Вы нажимаете сюда. Вот это все удаляете. Вставляете скрипт, который скопировали. Дальше нажимаете «Файл» и «Сохранить». Все, он у вас сохраняется. Появляется вот здесь. И смотрите, чтобы он обязательно был у вас включен. Далее заходим в режим «Роблокс». Любой. Ну, я вот на этом режиме покажу вам, как чит работает. Дальше нажимаем кнопочку «Инжект». И ждем, пока заинжектимся. Так, теперь смотрите. После того, как вы нажали кнопочку «Инжект», он у вас произошел, можно так сказать. Ну, то есть, получился. Вас перекидывает на сайт для получения ключа. Что здесь нужно делать? Нужно нажать «Я не робот». Дальше кнопочку «Сумбит». И дальше нужно ждать 15 секунд. По истечению 15 секунд вы опять то же самое делаете. Так нужно сделать около 4 раз. И на последний раз, короче, у вас будет написано то, что вы можете теперь использовать чит. Ну, то есть, пользоваться им. Ключ получается раз в день. То есть, так нужно будет каждый день делать. Но, что здесь удобно очень, то, что здесь сделали вот этот облегчатор получения ключа. То есть, за счет того, что мы до этого с вами добавили скрипт в расширение, нам не приходится смотреть рекламу на этом сайте, которую нужно обязательно смотреть. То есть, это как лайфхак, обход, система. И это занимает намного меньше времени, чем у вас могло до этого занять. То есть, вот так. Так, все. У нас сейчас, по идее, будет последний чекпоинт. И после этого последнего чекпоинта должно уже написать то, что мы можем пользоваться читом. Ну, сейчас с вами это, в принципе, проверим. Так, здесь последний раз нажимаем кнопочку «Сумбит». Все, ждем опять 15 секунд. И сейчас должна появиться вот эта надпись. Сейчас заодно посмотрим, появится или нет. Да, все отлично. Вот эта надпись появилась. Значит, все четко. Так. Единственное, что возможно, то, что инжект сейчас не прошел. Но давайте проверим. Нажимаем кнопочку «Excute» и смотрим. Если скрипт не запустился, значит, вам нужно заново перезайти в «Roblox» и заново нажать «Inject». Бывает иногда такая ошибка случается. Так что здесь, в принципе, ничего страшного. Заходим опять в этот режим. И нажимаем опять кнопочку «Inject». И ждем, пока заинжектимся. Так, все, короче, на этот раз у нас 100% получилось заинжектиться. Смотрите, опять открылся этот сайт и появилась эта надпись. Это означает то, что инжект у вас 100% получился. Дальше нажимаем кнопочку «Excute» и вот появляется скрипт. Можем здесь использовать всякие разные функции. Как видите, они работают. Допустим, вот эту функцию тоже проверим. Тоже работает. И, короче, вот таким образом пользуетесь читом и играете со скриптами. В принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик о том, как скачать чит, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айсбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok.